Канобу.ру представляет Создатели ролевого боевика Final Fantasy vs. 13 посчитали необходимым напомнить о собственном существовании и заявили, что обнародуют новую информацию о своей игре в самое ближайшее время. Тецуя Намура, руководитель проекта, извинился за долгое молчание, которое, по его словам, было вынужденным. Остается дождаться новостей. Создатели пообещали показать игровой процесс на грядущей E3. Выставка пройдет в июне 2012 года. Напомним, что Rise, где главным героем станет римский гладиатор, считается одной из главных хардкорных игр для сенсора Kinect. Портативная игровая консоль Nintendo 3DS, вышедшая почти год назад, постепенно приобретает в своей библиотеке все новые и новые хиты. Так, авторитетное японское издание Famitsu наградило игру Kid Icarus Apprising высшим баллом 40 из 40. Таким образом, Apprising стала 19-й по счету игрой, получившей максимальный рейтинг за 26-летнюю историю журнала и первой подобной игрой для 3DS. Компания Capcom радостно заявила, что ожидаемый боевик Resident Evil 6 уже бьет все рекорды за полгода до своего выхода. Количество предзаказов на игру уже превысило показатели всех предыдущих выпусков серии. Capcom назвала это «фантастическим стартом». Подобная радостная новость была омрачена высказыванием главы американского отделения компании Кристианом Свенсоном. Он извинился за грубейшую опечатку в названии игры «Redescent Evil Revelations» для Nintendo 3DS, которая попала примерно на 100 тысяч коробок игры. Он назвал этот инцидент позорным для компании. 12 лет назад вышла первая часть известной ролевой серии «Готика» от немецкой студии Piranha Bytes. Глубокая система развития персонажа, достоверная имитация живого фэнтезийного мира, интересный сюжет и почти безграничная свобода действий сделали первую часть одним из лучших представителей жанра. Вторая часть укрепила успех оригинала. А вот дальше... За прошедшие сутки среди интересных записей пользователей нами были выделены следующие. Вики Мик подводит итоги лучшего поста недели. Чамп вдохновился Mass Effect 3 и написал небольшой рассказ. X-Cam Dron даже поддался влиянию этой ролевой игры и нарисовал портрет Миранды. И чтобы полностью осветить тему Mass Effect 3, сегодня на Канобу вас ждет рецензия на эту, без преувеличения, эпохальную игру. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok